Равнисторонний вид описан в окружности. На дуге этой окружности взяли точку. Это А, это В, это вот у нас точка С и какая-то точка В. Докажите, что длина отрезка СВ равна сумме длин отрезка В и ВП. Если взять любую точку на описанной окружности треугольника, то сумма расстояния до каких-то двух решений равна расстоянию до третьего. Есть несколько решений. Давайте я нарисую две картинки и надеюсь, что вы по ним остановите идею. Одна картинка такая. Берем отрезок А, В и продолжаем его на длину отрезка ВП. Видите? Догадаетесь, что будет дальше? Я рисую здесь точку Т и пишу простую вещь. ВПД это ПФ. Поняли? Отлично. Вторая картинка будет очень похожа, но немножко другая. Тот же самый первосторонний треугольник. Только на этот раз отложу отрезок, вот этот вот отрезок, отложу вот здесь. Понятно или нет, что я делаю? Давайте опять введем все обозначения. А, С, В. Вот эту точку давайте назовем Е. Это у нас будет опять точка В. И смотрите, господа, если вы сейчас сумеете понять, по какой такой интересной причине отрезок ВП равен отрезку СЕ, то задача будет решена. Поняли? Что я сделал? Я на отрезке СП отложил так, что ПЕ равняется ПА. Если сместить эти два рисунка, то у нас получится, что АД равно СП и СП. Да нет, можно, конечно, посмотреть эти два рисунка сразу, но каждый из них является решением. Кто может хотя бы одну из этих картинок довести до решения? Можете? Я. Да. Давайте, давайте. А? А? Конечно. А, С, Е и А, В, П. А, С, Е и А, В, П. Отлично. Напишите, пожалуйста. Вот А, С, Е, А, В, П. И каким свойством они будут обладать? Замечай. Почему? По какой причине? Почему? То есть, вообще-то право, а не конкурентно. Почему? Ну, ТА равно АВ, потому что это равно астром. Да. А ЕА равно АВ, потому что это тоже астром. Да, совершенно верно. По трем сторонам. Была теорема о вписанном угле у нас, помните? Да. Вот этот угол опирается на этот угол. И этот угол опирается на этот угол. Значит, это 60 градусов. Об угол, а так? Ну, вот и все. Значит, если два равных отрезка, значит, равносторонний треугольник. Да. Ну, и, значит, отрезок АЕ равен отрезку АВ. Ну, и, собственно, по двум сторонам и угол между ними. Понятно? Угу. Кстати, можно еще по-другому сказать. Смотрите, пожалуйста, снимайте на вот такую операцию. Что это такое? Поворот. Вокруг точки А на 60 градусов. Очевидно, переводит П в Е, В в С. Видите? А, соответственно, вот этот вот треугольник переходит сюда. Очевидно? Угу. Спасибо большое. Все правильно? Кто расскажет правое решение? Ну, мне кажется, надо перевести ЦВ и ВД. Да, и что? И треугольники ЦПВ и АВД должны сравнить. Так. Вы просите провести вот этот отрезок, да? Ага. И говорите, что надо перевести вот этот отрезок. Ну, замечательно. Вы не думаете, пишите, какой треугольник. Ну, как вы считаете? Это правильно или неправильно? Нужно поменять. А? Можно поменять. Кого поменять? А? Дальше. Смотрите. Поворот только сейчас вокруг точки В. Увидели? Поворот на 60 градусов. Что делает? Точку С переводит в точку А, точку П переводит в точку Д. Ну, значит, соответственно, отрезок ЦП переходит в отрезок АД. Поняли? Да. Ну, и значит, равенство. Спасибо большое. Все правильно. Все поняли? Да. Вот. Это два решения. Ну, чем они, давайте, хороши? Тем, что красиво, как тихо. Чем они немножко плохи? Тем, что надо догадаться. Понимаете, да? Да. Тем, что надо было догадаться до дополнительного настроения. Давайте сейчас разберем другое решение. У нас, на самом деле, уже разговор совсем недавно на эту тему был. С использованием, так называемой, теоремы косинусов. Я начну сейчас с данным чертеж. И мы с вами сделаем следующее. Вот давайте подойдем к этому делу с точки зрения, я вот не школьник в начальной школе, а с точки зрения человека, который там пытается что-то уже считать. Вот у нас есть афричность, это понятно. Равносторонний треугольник. А давайте мы его в сторону обозначим буквы А. Хорошо? Какая-то там точка. И вот давайте вот это расстояние обозначим буквой Х. Вот это расстояние обозначим буквой У. А то расстояние, соответственно, обозначим буквой З. Договорились? Да, абсолютно. Смотрите, что теперь мы точно понимаем. Мы понимаем, что здесь 60 градусов. Здесь 60 градусов. А здесь всего сколько? 120. И сейчас вы должны мне объяснить следующую штуку. Вот есть треугольник со сторонами Х, З и А. Надо написать какое-то соотношение на величину А. То есть, посмотрите, какая история. Вот у нас есть отрезок длины Х. Вот 60 градусов проведен отрезок длины З. Так? Вы помните, что по двум сторонам и углу между ними треугольник однозначно определен, да? Значит, вообще-то эта величина как-то должна вычисляться через X и Z. Правильно? Так если мы это сделаем, научимся вычислять, то в таком случае мы получим какое-то соотношение на эти числа. Ну, а дальше понятно. Дальше такая же штука на вот этот треугольник. Я думаю, даже, скорее всего, этого и будет достаточно. Не будет достаточно, ну и ладно. Мы напишем еще и про этот треугольник. Все понятно? Через угол и две стороны суметь найти длину отрезка А. Есть треугольник, у которого стороны Х, З и А, и между Х и З 60 градусов. Напишите соотношение на числа Х, А и З. Это совсем легко, но это надо обязательно знать. Какая у вас есть теорема про длины? Вы не так много теоремов знаете. Что ответы и ответы на такой кое-что. Вот, это плохо. Потому что это неравенство. А нам нужно равенство. А висекрести, где сторона, типа, в части пропорциональная... Это верно, но это сейчас явно ни при чем. Нет, какая главная вычислительная формула геометрии? Провести высоту. Конечно. Я люблю фабрику. Вперед, выходи. Какой перпендикуляр проводить? Мы хотим вычислить сторону А. В какой перпендикуляр разумно провести? К стороне З. А? К стороне З. К стороне З, конечно. Смотрите, что у нас тогда возникает. Два прямоугольных треугольника. Один из них абсолютно понятно. Это треугольник с гипотенузой Х, у которого углы 60, 90, 30. Так, идея понятна? Да. Так вы должны найти все его структы. Х пополам, абсолютно верно. Да. А там? Не знаю. Не знаю. По теории Пифагора. Теория Пифагора для этого есть. Корень из Х квадрат минус Х пополам в квадрате. Конечно. Так, из единицы вы читаете одну четвертую умеете? Конечно. Не, ни в коем случае. Это по корню было. Это корень из трех четвертых. А вот Х можно вывести, потому что, ну, да, да, это можно выносить по вкусу. Итак, это что такое по сути? Это Х умножить на корень из трех четвертых. Так? Так вы знаете, что все стороны этого трех четвертых, так? Вы знаете, что этот отрезок, только что посчитали. Х умножить на корень из трех четвертых. Вы знаете, вот этот отрезок из пополам. Значит, вы теперь способны написать теорию Пифагора для этого трех четвертых. Решите, пожалуйста. А в квадрате равно. Поняли вы, что я говорю? Да. Да, 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 именно. З минус иди пополам в квадрате, да. Без этих корней только. Никаких корней. Да, 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 да. Плюс. Квадрат вот этого. А мы его считали уже. Да, 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 да. Три четверти. И в результате что получается? X квадрат плюс Z квадрат минус XZ. Да? Спасибо вам большое. Вообще-то не все сделаю. Мы хотим доказать, что X плюс Y равно... Мы написали вот это соотношение. Видите? А квадрат равно вот там. Так вы сейчас должны написать аналогичное соотношение вот здесь. И подумать, как из этих равенств доказать, что Z равно X плюс Y. Не можете. Хорошо. Можете, можете тратить. Нет, нет, нет. Второе соотношение можете взять? Почему? А? Не понял. Очень слабо. Это совсем не правда. Совсем не слабо. Итак, у вас есть равенство. А в квадрате равно X квадрат плюс Z квадрат минус XZ. Как оно будет выглядеть для соседнего треугольника? Субтитры, что там происходит? Вот это. Да. Z там то же самое. Да. Ну, а что там другое? Y. Конечно. Пишите. А в квадрате равно... Нет, вам не нужно переписывать это еще раз. Что делать? Если вы уже получили вот эту формулу... Попробуйте. Для треугольника, у которого есть стороны там X, Z и между ними 60 градусов, есть вот такое равенство. Так для треугольника, у которого стороны X, Y и между ними 60 градусов, разве не будет то же самое? Ну, будет. Ну, значит, что сделать? Ну, Y квадрат. Место X написать Y. Пишем. Для красоты, пожалуйста, вот это равенство тоже перепишите. То есть вторая, вот эти срочки, значит, A квадрат равно... Что такое? X квадрат. Теперь вопрос. Как из этих двух равенств получить соотношение на числа X, Y и Z? Что, очевидно, надо сделать? Братья. Братья, конечно, приравнять. И там A квадрат, и здесь A квадрат. Значит, вы должны записать одну суток, чуть-чуть левее. Начните, чтобы нормально влезло. Z квадрат убираем. Да. Это, конечно, хорошо, но это еще не то, что нам нужно. Вот надо из этого равенства как-то доказать, что Z равно X плюс Y. Это уже задача полтора. Вот у вас есть равенство, надо суметь из него вывести вследствие. Кто расскажет, как это делать? Надо, примерно, X, Z, Y перенести или вывести? Z, Y надо перенести слева направо, а X квадрат надо перенести наоборот. Вот здесь есть место вполне слева, да? Значит, Y квадрат минус X квадрат равно Z, Y минус X умножить на Y плюс X. По формуле сокращенного умножения. Y минус X умножить на Y плюс X. Все понимают, что у меня произошло? Да. Можно сократить на Y минус X и получится слева сумма X и Y, а справа Z. Ну, все-все, все же понимают. Так. Поняли? Да. Нет. Майдет, конечно, что в этом решении есть. Случайно Y может равняться X. И тогда сокращать будет нельзя. Понятно, да? Да. Но, ребята, всегда есть простая вещь. Если мы знаем, что Y равно X, то вообще-то такая картинка просто единственная. Можно на нее посмотреть. Посмотрите, что это за картинка. Это вот X равно Y, точка ровна посередине, да? Но тогда там было 60 градусов, пополам, то есть 30. То есть здесь будет 30, здесь 60, здесь 90. Это будет половинка равностороннего треугольника. Ну, понятно, что в половинке равностороннего треугольника вот этот отрезок гранина половине. Вот так? Да. Все. Значит, мы полностью решили эту задачу вот уже третьим способом. Перед тем, как перейти к другим задачам, господа, я не могу удержаться от одной вещи. Видно, что мы здесь сильно пользуемся свойством вашей церкви. То есть здесь вот мы написали, там было сразу X пополам. Это только для угла 60. Поэтому давайте все-таки сейчас докажем теорему косинусов в ее, что называется, полном варианте. Вот прям как в школьном учебнике. Очень хорошо, сейчас пойдете. Для этого я сейчас сделаю так. Я нарисую картинку. Очень прошу всех ее, собственно, себе перерисовать. Называется теорема вписанном угле. Считается, что вы это знаете. Угол, опирающийся на дугу, такой же, как этот, а прямосторонний треугольник, где все по 60. Теорема вписанном угле надо обязательно уже учить, использовать. Так вот, господа, представьте себе, что у нас есть некий треугольник. Вот это сторона С. И сейчас определение. Синусом угла называют отношение противолежащего катета. Косинус угла определяется вот по какой формуле. Вот этот отрезок это А косинус гамма. Между прочим, если гамма тупой угол, то тогда косинус считают отрицательным. Потому что отрезок будет отложен в эту сторону, а туда. И вот сейчас нужно, смотрите, что сделать. Нужно сказать, что вот этот отрезок это Б минус А косинус гамма. Согласны? И написать теорему Пифагора для вот этого треугольника. Как она будет выглядеть? С в квадрате это что? Афинус гамма квадрат плюс Д минус А косинус гамма квадрат. Пишите, С квадрат равно. Асинус гамма квадрат это? Все, все, дальше, дальше. Квадрат разности это что такое? А квадрат разности это Б квадрат? Да. А минус В? Нет. Два бамма. Два бамма. А косинус гамма квадрат плюс А квадрат осинус гамма квадрат. Отлично. А вот теперь надо увидеть, что вообще-то прямоугольных треугольников на картинке два. Мы написали здесь вот теорему Пифагора для этого треугольника. А теперь внимательно. Понимаете ли вы, что для вот этого тоже есть теорема Пифагора? Да. И что она нам сейчас даст? Смотрите, у меня. Это может нам дать? А, возможно. А, наверное, косинус этого угла или что-то? Нет. Посмотрим, наверное. Как выглядит теорема Пифагора для левого треугольника? А, может, где-то там они... Не надо писать, давайте посмотреть. Да что же. Там мы только без В квадрат минус 2 А косинус гамма. Там В минус А косинус гамма будет А косинус гамма. Эти катеты, подведенные в квадрат. Вот этих двух. Не надо показать то, чем не надо. Покажите то, что надо. У нас будет А косинус гамма в квадрате и А квадрат косинус гамма. Отлично. И значит, эти два выражения вместе что дают? Ну... С квадрат... Ой, ой, ой. А квадрат синус квадрат гамма плюс А квадрат косинус квадрат гамма. Это что? Это А квадрат. Поняли? Да, понятно. У меня расписывается сейчас? Конечно. Конечно. Мы сейчас должны... С квадрат равно... С квадрат равно... А квадрат плюс Теорема квадрат... Да. Это значит, что 2АП и косинус... Б, а... Б и косинус между ними. И косинус квадрат. Спасибо вам большое. Всё. Вот это нынешнее равенство и называется теорема косинуса. Мы её доказали в случае. Да, мы её доказали. Спасибо. У меня было для меня. Что? У меня было для меня доказательства. Поняли 9? Да. Выразили С через А. Да? Выразили квадрат через длины отрезков А, В и угол. От угла здесь понадобится косинус. Зависит же ответ от угла. Так. Что здесь очень важно понимать? По ходу дела у нас возникло вот это вот равенство. Ребята, его надо, что называется, запомнить. Потому что в тригонометрии это одна из важнейших историй. Давайте теореме Пифагора. Сумма квадратов синуса и косинуса – это единица. Ещё есть замечательное такое в школьной программе выражение – основное тригонометрическое тоже основное. На самом деле, конечно, оно вовсе не основное. Это вот если вас интересуют только синус и косинус, тогда, конечно, оно основное. Но, вообще-то, по сути, это, конечно, теорема Пифагора. Да? Но знать его надо, запомнить его надо. И так теорема Пифагора выглядит вот таким замечательным образом. Так, теперь простой вопрос. Чему равен косинус шестидесяти градусов? Одно и второе. Все понятно? Все понятно? Замерьте, пожалуйста. Если сюда, если косинус гамма поставить на второе, то здесь будет как раз а квадрат плюс б квадрат минус а в. Это то самое, что мы получили, помните? Именно потому что косинус гамма – это второе. Хорошо. 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 Продолжение следует...